Знакомьтесь, Марси, ну или для обладателей 133 IQ, Майасл. Короче, вот эта вот свистунья нереальная имба патча. Шо, 40% финрейта на протрекере скажешь ты? Буллщит, отвечу я. Во-первых, это на 5 поз, а во-вторых, на миде и на харде там вообще почти 60% финрейта. А в-третьих, я сам уже попробовал и хочу сказать, вкусно. В общем, герои вертят, крутят во всех направлениях и пытаются вылепить из него что-то вменяемое. Но у Валва все как всегда идет через одно место. И по итогу персонаж то перебафан, то бесполезен. То пятерка, то четверка, то ли имба, то ли мертвый. И в этот раз святая лапа Айсфрога вновь одарила своей благодатью аниме-девочку. И в итоге мы можем наблюдать вот такое. А почему у него герой умирает, когда у него арона нет? В общем, в прошлом ролике я рассказывал про Блейдмейл. Какой он сильный, как круто бегать в середине драки и все равно умирать, но с пользой. И представляете, БМ на Марсе тоже работает. Но обо всем по порядку. Почему я вообще обратил внимание на этого героя? А все дело в том, что ее увеличили количество ударов за серию с ульта и сделали баф от сайткика постоянным, что сильно сказалось на геймплее. И вот эти вот все порезанные приросты уже не так критично воспринимаются. Ну и главный вопрос. Как играть? У нас есть две ветки развития. Мидер, что в рамках данного канала зашквар. Ну или настоящий мужчина. Танк, инициатор, соло-тащер, дамаж-дилер. Он же оффлейнер. Ха, знаете, игра на оффлейне это как заказ эконом-такси. Хуй его пойми, кто в этот раз будет твоим попутчиком. Либо Руслан 15 лет стажа, либо не Руслан. А очень даже достойный сын своих двух уважаемых отцов. В целом, зачастую на низких рангах, что то говно, что это. Ибо, как правило, количество действий в минуту у обоих пациентов оставляет желать лучшего во всех случаях. Короче, ваша первостепенная задача понять, сколько этапов эволюции успел пройти ваш пассажир. Если он прошел чуть дальше вот этой вот отметки, то можно дышать. Определяем, сколько спамобилок у противников и закупаемся либо так, либо так. Приходим на линию и мягенько, аккуратненько впитываем экспу с небольшой примесью золота. Не забываем довести себе пачку танго и топор для кайфа. И с получением третьего левела начинаем давить оппонента. Да, если вы видите, что ваш сапик сильнее вражеского, ну или хотя бы в состоянии внести идентичный импакт в размен, а вражеский корр стоит между двух пачек, ни секунды не раздумывая запрыгивайте дураку на голову, бросайте на прогиб и избивайте, пока тот либо не побежит под тавер, либо не зарефилит рессы путем отправки в кулдаун. Тут, конечно, кто-то может подумать, Башкир, а че вы не замаксите третий спелл, чтобы выигрывать размены? И да, такая опция есть, но лично я ей пользуюсь крайне редко. Либо если я стою против антимага, то есть не могу спамить вторым и придется перебивать его чисто на кулаках, либо если у меня крайне сильная четверка, которая получит нереальный паверап с моего бафа. Но, как правило, это Рубик, Путш, Бара, БХ и прочие герои, которые так себе тачкуются на линии. Да и фармить дальнейшим с прыжком как будто удобнее. Кстати, докупать на линию какие-то статы я не сильно люблю. Как правило, я покупаю Коррозию, которую, как по мне, неплохо бустят Марсе. Тут вам и замедление, и минус армор, и хп дополнительные, что, безусловно, приятно. Ваш лайнинг, как правило, заканчивается с получением шестого левела. С ультимейтом вы убиваете буквально любого противника. В идеале, конечно, отстоять так, чтобы у вас был шестое у вражеского керри пятый, тогда вы сделаете легчайший фраг и прогоните бедолагу в лес. Ну а если же противник ушел до своей смерти, то не стоит жмакать ульт на тавер. Для этого вы должны выполнить несколько условий. А, вы понимаете, что не сможете где-то подраться ближайшие две минуты. И, б, глиф у тавера в кулдауне. Тогда да, можно в целом бахнуть ультимей. Ну а пока Марсе лупит тавер, на эпик лут вернулся всем полюбившийся режим. Трэжер Хантер. Нужно помочь старому адмиралу добраться до сундука за 4 хп и забрать свою награду. Сделанные тобой шаги сохраняются. За них можно зафармить мега сундуки, где лежат халявные скины. Играть можно раз в час даже на мобильном телефоне. Ну и так как Габен удалил батл пасс из доты, эпики сделали свой бп, причем абсолютно бесплатно. Проходи задание и получай дакахук или плечи на эсэфа. А уже на 15 уровне ты можешь забрать халявную аркану. Ссылку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу и на дополнительную попытку в новой мини-игре. Иии так, вот мы закончили ланить. Что нам делать теперь? Ну, в первую очередь добираться до заветного БМа. Почему предмет нужен? Вот раньше ты покупал армлет на Марсе и как будто вечно искал драки, проигрывая которые проигрывал игру. Сейчас же ты покупаешь БМ и не проигрываешь драки, а зачастую даже выигрываешь. Более того, как многие из вас знают, Марсе бить крипов, ну, совсем не умеет. После месяцев игры на ДБ прям плакать хочется. Однако, хоть и не полностью, и порой едва заметно, но БМ все-таки как-никак решает этот вопрос. Но фарм это дело, знаете, второстепенное. Каждый патч, играя на Марсе, я сталкивался с одной и той же проблемой. Как же, сука, тяжело принимать участие в файтах без БКБ. А в лейте, когда оно становится совсем коротким, вообще играть не хочется. И вот Блейдмейл как мана небесная. Он дешевый, дает урон, и вот когда какой-то полупокер хочет давить тебя в свой грязный палец, ты нажимаешь кнопку и все. Желание у этого полуфабриката резко пропадает, а ты в это время накидываешь ему за шиворот, чтобы неповадно было. В целом, расписывать все преимущества БМа я не буду, ибо видос об этом сделал, да и лучше самому попробовать, чтобы прочувствовать. Вслед за БМом мы берем себе либо агоним, либо, если совсем все плохо, рашим БКБ. Весь наш геймплей будет строиться вокруг одной кнопки, а именно ульта. Он не должен быть в кулдауне дольше минуты. Ходите, ищите фраги в смоках, попутно добивая паверспайки. Ульт в кд, оттолкайте лайны, качайте лес. Без предметов в марсе, к сожалению, не герой. И да, если вы видите, что пять противников переисполнились макроигрой и просто стакнулись вместе и жарят ваших тиммейтов, не нужно идти их встречать. Сообщите своей команде, чтобы те рассредоточились и фармили крипов. Уговаривайте их АФК фармить, АФК стоять, делать что угодно, но не принимать файты, когда вы слабее. Начать драку вы сможете при двух условиях. Вы получили какой-то сильный паверспайк, БКБ, Аганим, появился Дейдаллс, либо 18 левелапнули, либо если вражеский герой остался один и далеко от своей команды. В целом, на эту тему можно посвятить целый ролик. Но сейчас я попытаюсь максимально упростить мысль. Пока вы правильно бегаете по одному и фармите, эти балбесы бегают в пятером и качают всей командой один спот. Спустя минут 10 они тупо устанут и поймут, что фраги собирать не получается, а чего сами расплитятся и тут уже ваш ход. Пока они качали одного крипа втроем, вы качали 3 компа в одиночку. Следовательно, вы сильнее. Еще раз, это крайне утрированная и упрощенная модель. Я просто хочу объяснить принцип того, как это может работать. В файтах же ваша первостепенная задача вырубить саппортов. Именно эти ребята жмут самые гадкие кнопки, ну а вы, имея по 500 урона с руки, способны разорвать обоих за одну серию, чем нужно пользоваться. Теперь по билду. На линии фейзостик коррозия. Можно, конечно, купить ВБ, либо брейсеры, но тут есть важное но. Лично я не трачу больше двух слотов на дешевые айтемы. То есть стик, ВБ, брейсеры и прочие попадают в эту касту. У меня всегда есть выбор, либо 2 ВБ, либо ВБ и стик. Но во втором случае, именно на Марсе я предпочту скорее коррозию, ибо в погоне за фрагами она даст гораздо больше, а фарм в рейсбенд сильно не разгонят, ибо у героя нет достаточно скорости атаки. Та же история и с брусками. Дальше БМ, а после все зависит от игры. Если игра дыхабельная, и вы не сидите на базе в ожидании Next, то берете Аганим. Если же ситуация на карте сложная, БКБ, а после уже Аганим. После Агана вы должны понять, чего вам не хватает. Играете против Урсы, Свена, Гули, ВК, Темпларки, МК, берете Башер, чтобы их перебить. Нет проблем с вражеским кором, можете взять Крит. Если у противников много сейвов по типу Гастов и Глимеров, берете Нулик. Сразу, не стесняйтесь. Играете против Уриона или Иллюзионистов, можете в целом лапнуть топорик в БФ. Я так частенько делаю. Скилл билд. Нажимая за макшенный первый-второй, вы закачиваете фулл пачку, что как бы говорит о фарме. Но с другой стороны, толкать лайны всегда у вас не выйдет. И чаще вообще на хардере приходится долбить именно лес, а после драться. От этого я частенько после прыжка макшу сайдкик и после все вкидываю в плюсы, оставляя бросок в единичку. Но тут на любителя. Таланты всегда остаются одинаковыми. Дальность прыжка на 10-м, урон от броска на 15-м, его я порой не беру в пользу плюсов, доп.мс от ультимейта и нереальные 65 урона от сайдкика. В гиперлейте этот талант действительно как мана небесная, вы, считай, два слота своей команде дарите. Да, кстати, я очень надеюсь увидеть Марси на Инте, хотя верится с трудом. В любом случае, мы с Драксару запустили свой проект по прогнозированию матча, и каждый турнир для нас выходит крайне удачным. Инт вряд ли станет исключением. Если хочешь присоединиться, пиши в группу ВК свою страну, ссылку я оставлю под роликом. И да, брат, запомни, это не у тебя маленькие, а у нее руки здоровые.